Это звучит. Хочешь, не будешь, читай, потому что там есть. Куда ты не придешь, все вот везде завешено. Вот эти маленькие плакаты. Она использована американский метод. И дед им и учился. Дети им учили английский язык за полгода, очень хорошо разговаривали. Это непримужденно. Да, сначала они возмущались, сначала было что-то интересное, кто не хотел. Но потом ты все равно бросаешь внимание. Вот представьте, вы увидели записочку себе на стул. Вот просто она упала, или кто-то положил, не важно. Скажите, что все, и я в том числе, мы возьмем и почитаем. Это уже любопытно, любопытно, что там написано. И вот представьте, то есть если вот эти из-под скатки, лозунги, они нам помогают. Они очень помогают нам. Шестое пункт. Их сегодня. Не переживайте, если что-то не получается в расписании сегодня. Не сразу все получится. Научиться проживать в расписании правильно, когда все дела сделаны, это тоже искусство. Научитесь говорить нет в минуту искушения. Что это значит, друзья? Смотрите, как наше расписание ломается. Мы на планировании, мы вот так у нас должно быть, я иду в сумочку. Я уже выхожу, и тут звонок. Слушай, мне тут надо подержать картинку, потому что я хочу прицепить ее. Прийди, подержи картинку. Кто-то вешает, соседка, картину вешает. И говорит, ну конечно же, соседке надо помочь картину вешать. Что такое картина по звонению со спасением человека? Мы говорим соседке, простите. Как правило, нам сказать нет очень сложно. И мы ломаем свое расписание, подвигаем.